Маргарита Южина Альфонс нечаянно нагрянет У подружек Василисы Курицыны и Людмилы Петуховы необыкновенный дар. Их всегда тянет туда, где совершаются преступления. Они появляются в самой гуще событий и начинают расследование. А милиция остается только отдыхать. В этот раз, желая подработать затейницами на свадьбе, дамы обнаружили труп невесты. Правда, гости им не поверили и за такую клевету выставили вон из квартиры. Затейницы, которые видели в свадебной машине окровавленное тело в белом платье, удивились. Вот так ошибочка. Но через некоторое время эта невеста действительно приставилась. А вслед за ней и жених. Кто-то прикончил бедолагу. Сыщицы взволновались не на шутку. И давай действовать так активно, чтоб ух и перья полетели. Глава 1. Черный язык или новогодний сюрприз под фатой. Последний понедельник года случился нудным и тягостным. Во всех коллективах уже вовсю царила предпраздничная суета. Начальники, как гусаки, клином потянулись на заграничный юга. Пить шампанское под пальмами. А простые сотрудники хлопотали возле казенных елочек. В предчувствии грандиозных вечеринок бегали по парикмахерским, по магазинам и впрок запасались спиртным. Работой грезили только совсем закостенелые и бесчувственные единицы. Как не горько признавать, но Александр Сергеевич Петин был именно такой единицей. Нет, но объясните мне, что же у нас за белье такое у этой коневой ИТ, если его воруют по три раза на неделе? Нервничал он, бросая гневные взгляды на двух своих сотрудниц. Изначально его частное детективное агентство предполагалось заполнить молодыми поджарами-соскорями, которые по одному лишь взгляду вычисляют убийц и ловят их буквально косяками, как рыбаки Мойву. Однако со штата не задалось. Не держались талантливые сыщики на мизерной зарплате. Да и с интересными, загадочными делами никто сюда не торопился. Клиентов не было. Александр Сергеевич даже подумывал, может, это из-за названия агентства? Своё детище Петин назвал в честь родного города, из которого приехал сюда уже около 20 лет назад. Агентство называлось «Тепло» и по-домашнему «Тюмень». Правда, красноярские патриоты вероломно поменяли букву на вывеске. И теперь детективная контора называлась не так звучно «Тюлень». И сколько Петин не менял букву, на вывеске каждое утро опять красовалось название толстокожего животного. Вероятно, это отпугивало и посетителей, и ценных работников. За столом в кабинете сидели только две сухонькие дамы, которые старательно претендовали на звание львиц российского сыска. Перед ними-то искакал сейчас возмущённый Александр Сергеевич, пытаясь повергнуть дам в трепет. Я попрошу сосредоточиться и подумать. Итак, мы имеем бельё. Его воруют, а несчастная потерпевшая Конева несётся к нам за помощью. И прошу заметить, уважаемые коллеги, она платит, а мы ей ещё ни разу этого белья не вернули. Уважаемые коллеги, две тщедушные дамы бодрого пенсионного возраста, Василиса Олеговна Курицына и Людмила Ефимовна Петухова, изо всех сил пытались сохранить на лицах сосредоточенность. У Василисы получалось лучше, потому что она с самого начала не собиралась думать о каких-то там коневых тряпках, а вовсю строила глазки начальнику и придумывала, как бы половчее напроситься к нему домой на новогодний огонёк. Ей верилось, что у них зачинается бурный производственный роман. Иначе зачем она напяливала на себя капроновые чулки в сеточку, когда на дворе минус двадцать четыре? У Люси никакого праздничного стимула не имелось, и поэтому она бесстыдно клевала носом аккурат прямо в пепельницу Александра Сергеевича. «Я таки просто не представляю, где нам искать преступника!» Метался по кабинету тот, широко размахивая длинными руками. «Всё же конево наш постоянный клиент, и мы обязаны!» «Давайте думать логически. Вот вы, Василиса Олеговна, представьте, что у вас регулярно крадут с верёвки нижнее бельё». Василиса Олеговна примерно сложила губки пупочкой, поправила жиденький пучок локонов и благочестиво кивнула. «И на кого вы, Василиса?» «Людмила Ефимовна, чего вас так разобрало?» «По-моему, мы разбираем серьёзнейшее дело. Прекратите трястись от смеха и давайте рассуждать». Начальник уставился на Люсю и затрепетал ноздрями. Та сама отверженно пыталась справиться с весельем, зажимала рот ладошкой, но смех выходил носом каким-то непотребным хрюканьем. И всё это в самый разгар совещания. «Простите», — мгновенно посерьёзнела Люся. «Я, кажется, пока не могу рассуждать. Я ещё не сумела представить, что кто-то позарится на Васины. И вообще, на кой чёрт Васенька, пардон, свои панталоны на улицу сушить потащит?» Петин учуял свежую мысль, и потому рот его открылся, а по лбу в изумлении заскакали брови. Он кошкой кинулся в своё кресло, а прокинулся на него всем длинным телом, ухватил себя за подбородок и загнусавил. «А это идея! И ведь правда? Зачем она его снова и снова увешивает в этот двор? А на балконе оно что, не высыхает?» «Василиса Олеговна, у вас сохнет?» «Сохнет!» Всё так же прилежно поправила пучок кудряшек Василиса. «Я вот, например, своё. Кружевное французское бельё всегда только на балконе сушу. Дома ведь тоже, знаете. Один раз оставила, так его собака сожрала. С этим бельём такая оморока, особенно если дорогое и вообще...» «Так вот!» Шлёпнула стол серой папкой начальник, на полуслове оборвав басни Василисы о Франции. «Это дело с барахлом?» «С тряпками. С бежу... О, чёрт! С бельём этим!» «Конечно, дело серьёзное, но...» «Я доверяю его вам. А у меня тут ещё кое-какие бумажки накопились. Да к тому же...» «Чего там говорить?» «Александр Сергеевич давно мечтал о красивом, запутанном деле, о котором можно будет рассказать внукам и прославиться на местном телевидении. А с этими, пардон, ритузами какая может быть слава?» «Вдруг резко поскочила Люся. А ведь я не могу...» «Нет, ну правда, я понимаю. Дело Коневой жутко заковыристое. «Преступник просто-таки коварно раздевает даму, срывает одежды с верёвок, и нет ему пощады. Но я его искать никак не могу. Вы же знаете, у меня дочь наконец решила замуж выйти официально. Свадьба у неё. И мне просто никак. Я должна взять отпуск за свой счёт. Прямо так жалко, так жалко. Дело-то какое интересное. Кстати, Александр Сергеевич, во всех законах написано, на свадьбу надо дать не меньше трёх дней». «Куда?» Рявкнула Василиса, забыв красиво поставить голос. «Это если у тебя свадьба. Тебе обязаны дать. А если у дочери, то ничего не полагается». Люся вяло вздохнула и взглянула на подругу, измучена и устала. «Васенька, ты что, не знаешь Ольгу? Я её буквально должна водить за руку, чтобы она не передумала и до ЗАГСа не удрала опять какую-нибудь Канаду. У неё же свадьба ещё через месяц с лишним». «Спасибо, родная». Мило улыбнулась Люся и тут же обернулась к Петину. «Значит, Александр Сергеевич, мне отпуск нужен на два месяца». «Позвольте, но...» «Нет-нет, зарплату начислять не нужно». Замахала ручкой Люся и заторопилась из кабинета. Василиса в гневе прищурила глаза и испепелила взглядом закрывшуюся дверь. Начальник сурово крякнул, поковырял длинным пальцем ухо и ещё более официально обратился к Василисе. «Итак, продолжаем. Значит, послушайте». «Нет уж, это вы меня послушайте», — плюнула на погибающий роман Василиса. Она шла домой сурово, сдвинул брови и кипела от возмущения. «Конечно, если бы не её пылкие чувства к этому сухарю, она и неделю бы не продержалась в таком унылом месте. А ведь как звучно называется — частное разыскное агентство. Фи, да они с Люсей без всяких агентств такие дела раскручивали, не чита этим свистанутым лифчиком». Они таких мудрёных убийц отыскивали, что даже Пашка, взрослый сын Василисы, который работает в милиции, даже он за голову хватался. А сам Александр Сергеевич под руку говорил идти к нему работать, после того, как они запутанное преступление быстрее его раскрыли. А теперь бельё Коневой. Да они с Люсей уже две недели назад всё выяснили. Это Конева — бывшая тёща Александра Сергеевича. Он с её дочерью ещё в прошлом веке разошёлся. А тёщенька не знает, как ему насолить. Вот и носится со своим тряпьём. Ничего приличнее придумать не могла. Прямо совсем у женщины с фантазией катастрофа. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok